Всем привет! С вами Юля Симуля. Мы с вами играем в Sims 4 и это Династия Стыкеленбург. Вы смотрите 339 серию. Добро пожаловать! Нам написали, что растения не требуют ухода. Все отлично в саду Эйприл, но она все равно приглядывает всегда за своими любимыми растениями, разговаривает с ними, способствует росту и всячески повышает уровень всех своих растений. Я думаю, что скоро у нас будет много денег и скоро мы сможем приобрести дачу, как только соберем 120 тысяч симолеонов. На самом деле конкурс еще на тот момент, когда я записываю эту серию, конкурс еще не завершен. Сегодня 17 августа я записываю эту серию, так что еще 3 дня я буду смотреть, выбирать ваши дачи. И я надеюсь, что какая-то дача обязательно будет классной. Обязательно, там уже много классных дач, я даже не знаю, как я буду выбирать. Вот, и наши Стыкеленбурги туда будут приезжать и проводить там время. Вот, у нас уже вечер, 21 час. Как обычно, серия начинается с вечера, это уже традиция такая. Дуглас поднял свои потребности. Давайте пусть он присядет и поговорит со своей мамой. В прошлой серии наш Дуглас получил повышение. Лили очень-очень рада этому, вот, и, конечно же, хвалит своего сыночка и просит его еще дальше заниматься также своей карьерой и, в общем, в итоге достичь вершины. Это прям ее мечта. Я, ребята, поставила продолжительность жизни на обычную, так что теперь у нас все стареют и развиваются в обычном порядке. Вот, и сейчас вам покажу жизненную шкалу наших симов. Лили у нас прожито 148 дней, как говорится, столько не живут. Но, видите, Лили у нас столько прожила. Вот, Джаред у нас прожил 126 дней, Эйприл 115, Дуглас, боже мой, куда-то камера меня ведет, 13 дней ему до взросления и Полли 18 до взросления. Вот, ребят, мы будем играть на обычной продолжительности жизни, пока не умрет Лили. Потому что, на самом деле, уже как бы пора, я прекрасно понимаю, поэтому, в общем, как-то так. Так, ребят, сегодня я хотела бы немножечко поиграть с Дугласом, потому что я обещала вам, что мы повидаемся с Эмили. Но Эмили у нас нет в списке знакомых, в списке друзей. Это просто, ну, это я не знаю, это прям знак, что ли, какой-то. Ну, честное слово, она просто не хочет, не оставляет нам своих номеров телефона. И поэтому, так как Дуглас знает, где она живет, то сейчас он поедет к ней домой. Маме он сейчас рассказывает о том, что у него важное совещание, ну, важное, не важное, что у него сейчас совещание в его газете, где он работает, и ему нужно срочно, ненадолго поехать по работе. Я думаю, что Лили не против. Лили, конечно же, сыну верит и рада. Она просто безумно счастлива, что он получил повышение. Поэтому она совершенно не против и говорит, иди, сыночек, только старайся не задерживаться. Вот, у них там какой-то срочный выпуск, и нужно кое-что поредактировать. Так, а ты спать пошел? Нет, ты у нас едешь в гости сейчас. Вот, я обещала вам, и обещание нужно, как говорится, выполнять. Поэтому сейчас мы отправимся сами. Эмили у нас живет в этом же городе, в Ази Спрингс, поэтому нам далеко ехать не надо. Вот, и мы просто с нею повидаемся. Вот, здесь у нас живет семейка похудейка второй сезон. Здесь у нас живет Блэр и Виталий Бомжинзе и их дети. И так как теперь, ребята, у нас продолжительность жизни обычная, то я так понимаю, что, наверное, скоро будет много смертей в городе, потому что все пожилые симы проживут немножко и состарятся и умрут. Но это тоже все-таки правильно, потому что многие пожилые симы уже слишком долго пожилы, такие как и Лили. Так что все, в принципе, закономерно. Вот, потом, когда умрет Лили, я вновь, наверное, на время поставлю на длинную. Ну, в общем, я не буду загадывать. В общем, пока до смерти Лили будет обычная продолжительность жизни, а потом уже посмотрим. Потому что, на самом деле, я уже понимаю, что все немного затянулось, и пора нам срочно организовывать личную жизнь Дугласа. Вот, я это все прекрасно понимаю, и нужно это сделать в ближайшее время, потому что я очень бы хотела, чтобы Дуглас определился со своим выбором до смерти Лили. Ну, мне бы этого очень хотелось, поэтому нам нужно поторопиться. Вот она, Эмили. Эмили, ну, рано спать. Подожди, стоять. Ну, куда ты? Ну, кто в 11 вечера спать ложится? Давайте мы ее разбудим. Вот она такая в халатике в желтеньком. Прикольная. Сейчас с ней пообщаемся. Вот, она, ну, никак не хочет идти на контакт с нашим Дугласом. Давай, вставай. Я надеюсь, что ты не лежебока. Смотрите, она сразу у нас переоделась в спортивную одежду. Ой, Виталий у нас тут жарит что-то. Барбекю будет. Ты для всех приготовил? Давай, приглашай всю семью. Дуглас с радостью покушает твои кулинарные шедевры. Так, давайте всех пригласим за стол. И я бы хотела... Ну, блин, Блур заснул. Ну, Блур пусть спит. Вот, вот, а Эмили, я бы хотела с ней пообщаться. Мы не будем ее никуда тащить, потому что это как-то неправильно. Вот, сейчас мы придем к почти незнакомой девушке и пригласим ее куда-то посреди ночи. Поэтому я бы хотела с ней просто сейчас пообщаться, потому что вам обещала. Но, ребята, вот, честно, ну, не клеятся как-то у них отношения. Ну, вот, что-то, что-то здесь не так. Мне Эмили, вот, честно, очень нравится. Смотрите, Виталий и Блэр. Давайте даже сделаю несколько скринов. Так прикольно они сидят. Вот, общаются. Да, наверное, они тоже, ребята, кстати, скоро умрут. Вместе с Лили, а может быть, даже немного раньше. Может, немного позже. Вот, как-то не клеются отношения. Я не знаю почему, но что-то постоянно против. Может быть, у них что-то не сошлось с их чертами характера. Как-то они не сходятся. Вот, я даже уже, видите, мы уже не знаем ничего о Эмили. Хотя я помню, что мы с ней общались и узнавали. Вот, а ее лучше пытались узнать. Пытались узнать ее черты характера. Но что-то опять пошло не так. И она почему-то вновь пропадает у нас из списка знакомых. Но я вам обещала, что мы с ней пообщаемся. И вот мы с ней пришли пообщаться. Вы знаете, что у нас Дуглас сейчас в романтических отношениях с Викки. Вот, мне Вики очень нравится. И мне очень нравится Эмили. Вот, глядя на Эмили, вот внешне, могу вам сказать, наверное, мне даже больше нравится Эмили. Потому что она вот, что-то в ней есть такое необычное, привлекательное. Вот ее носик, мне он очень нравится. Он такой прикольной формы, не знаю. Мне она очень нравится, но что-то идет не так. И, ребята, наверное, наш Дуглас все-таки свой выбор остановит на Вике. А с Эмили будет в более дружеских отношениях. Давайте спросим, кстати, о карьере. Может быть, она все-таки устроилась куда-то. Потому что как-то Симы не спешат у нас вообще работой обзаводиться. Безработная, да. Все так же не работает. Все такая молодая, красивая и такая же безработная. Давайте ее рассмешим. Я думаю, что мы будем с ней дружить. Потому что все-таки Дуглас знает ее с детства. И с самого раннего детства, правда, они общались. Потом как-то перестали общаться. Вот, потом же даже номера телефонов пропали друг друга. Вообще пропали из записной книжки. Вот сейчас она есть. Я не удивлюсь, если мы придем домой, и Эмили исчезнет вновь из нашего списка. А Вики никак не исчезает. Так что... Вот я знаю, что сейчас будет многие против. Но это не единственная причина, по которой я все-таки, наверное, остановлю свой выбор на Вике. Вот другая причина – это цвет волос. Как-то у нас пошло так, что все стекелинбурги... Это я не специально делала. Но как-то так получилось, что все стекелинбурги по линии Маркуши у нас идут темноволосые. А все стекелинбурги по линии Глории почему-то идут светловолосые. Но единственное – это лорочка, исключение. Она была рыжая. Все остальные у нас блондины. И как-то вот не хочется мне прям эту тенденцию ломать. Мне это вот даже как-то нравится. И поэтому Вике – это тоже причина, почему она тоже темноволосая. И, в принципе, тогда линия Маркуши дальше будет темноволосая. Но, конечно же, это не главная причина. А главное – это то, что как-то не клеится у них отношение. Девушка интересная, красивая. Мне она очень нравится. Но что-то идет не так. И больше все-таки они как друзья, мне кажется, с Дугласом. Вот, давайте присядем, что ли, поближе. Ну, я, наверное, ее еще раз разбужу. Я надеюсь, что она не сильно обидится. Тем более, она не лежебока. И пообщается немножко с вами, с нами. Вот, девушка красивая. Обязательно мы найдем ей парня. Обязательно она выйдет замуж. И, конечно же, у нее будут дети. Но я думаю, что она не судьба Дугласа. И все-таки наш Дуглас остановит свой выбор на Вике. Уже пора делать выбор. Он с Вике в очень хороших отношениях. У них уже романтика. Вики в него влюблена. Блин, Эмили еще и заболела. Вот. Так что, ребят, это не моя личная неприязнь к Эмили. Тем более, неприязни никакой нет. Она мне очень нравится. Мне ее внешность очень нравится. Ее носик. Она намного, вот на мой взгляд, она намного вот интереснее. Не могу сказать красивее, но вот интереснее, чем Вике. Но все равно, в общем, вы поняли. Я вам объяснила. Надеюсь, доступно. Почему? Знаю, что многие фанаты Эмили, вот кому Эмили нравится, будут против. Но так всегда было, потому что не бывает такого, чтобы всем нравится одна девушка. Естественно, половину зрителей всегда за одного, другая половина за другого. Давайте, наверное, с ней еще какое-нибудь дружеское действие такое сделаем. Мне бы хотелось, чтобы они вместе занялись. Вот опять минусы пошли. Ну, чего вы, чего не поладили? Чем тут у вас в вашем домике можно заняться? Попрыгаете, что ли, вместе? Поплаваете тогда вместе в бассейне? Плавать нет вместе действия. Все-таки Эмили не хочет с нами общаться. Она вновь заснула. Ну, прям аж жалко девушку будить. Давайте, наверное, попрощаемся с ней и будем уже отправляться домой. Вот, а с Вики нам нужно будет пообщаться. Я думаю, что мы пригласим ее куда-нибудь в ресторан и будем, ну, не предложение делать, но хотя бы начнем с ней встречаться. И нужно как-то Лили сообщить о том, что у нас есть девушка. Вот, и Дуглас теперь должен подготовить маму. Вот, а с Эмили мы будем дружить. Да, я очень не хочу, чтобы она пропадала у нас из дружеских отношений. Хочется, чтобы она оставалась и приходила к нам на вечеринки. Очень не хочется, чтобы она исчезла, и тогда мы не могли бы к ней дозвониться. Вот, пусть она будет и пусть она с нами общается. Вот, что-то похожее было с Дарреном и с Амеллией. Вот, как-то все равно, у Даррена и у Амеллией всегда шли более дружеские отношения. Они дружили с детства, были оба спортивные. И, ну, не клеилась у них никак романтика. Ну, вот, и поэтому Даррен выбрал у нас Лили. Вот, в данном случае я тоже не вижу никакой романтики между Эмили и Дугласом. Хотя Амелли мне очень нравится, но все-таки она больше как подруга ему подойдет. И опять пошли минусы. Ладненько, все, не буду я тебя будить уже четвертый раз. Это будет очень жестоко с моей стороны. Пусть спит. Вот, а наш Дуглас, наверное, уже провел свое заседание, какое-то там собрание, которое у них было. И отправиться домой. Вот, так что я меняю контроль, например, на Эйприл. И отправимся домой. Опять же, прошу вас, пожалуйста, не писать вот эти вот длиннючие негативные комментарии по поводу выбора. Потому что, ну, потому что ничего хорошего от этого не произойдет. И я только расстроюсь, у меня пропадет настроение. Вот, это то же самое, что было с Дарреном. Был очень сложный выбор, было три девушки, была у нас Лили, была у нас Амелия и была еще Виктория. Вот, в итоге Даррен выбрал Лили и было очень страшно читать эти комментарии. Не хотелось вообще даже записывать династию. Вот, я просто исходила из, не знаю, из логики какой-то и вот из поведения симов. Смотрела на поведение Дугласа, на поведение девушек. Вот, насчет других каких-то остальных вариантов, то есть у нас тут, в принципе, из остальных вариантов это только Стэйси. Но Стэйси это просто девушка, которая пробегала мимо, с которой Дуглас наш пообщался. И, ребята, она вновь, как бы ее даже нет в знакомых сейчас. Поэтому я не рассматриваю даже ее как один из вариантов. Это просто девчонка, которая пробегала мимо. А вот, когда Дуглас занимался в спортзале, мы просто с ней пообщались. Так что тут без вариантов я ее как бы и не рассматривала изначально, как невесту. Так, все, Дугласа мы укладываем спать. Эйприл, я так понимаю, позанималась своим садом. Давайте мы Эйприл тоже уложим спать, потому что вторую часть серии я хочу провести на работе вместе с Эйприл. Потому что мы давно очень не были на работе с Эйприл. Так, Джаред, а что ты у нас делаешь? Почему ты у нас... А, ты укупаешься. Ну, правильно, ты на пенсии, тебе можно. Вот, Лили уже проснулась в 3 часа ночи. Наверное, сына ждала. Сын уже вернулся. Иди, наверное, Лили тоже спать. Вот не люблю, когда Симы ночью не спят. Все-таки правильно, когда все спят ночью. Вот, а наше Поле сидит и читает книгу. А, нет, фиг вам. Она играет в игру на планшете. Думала, что она книгу читает. Не надо, пусть папа идет спать. Вот, с Поле тоже будем скоро разбираться. И тоже нужно устраивать ее личную жизнь. Но, в первую очередь, Дуглас, потому что он старше. Вот, а потом обязательно устроим и жизнь нашей Поле. Все у нас в итоге женятся. И пора уже как-то наше 5-е поколение... Ну, замуж, что ли, выдавать и женить. Потому что, да, я понимаю, что время пришло. Ну, вот, и будем заниматься 5-м поколением, чтобы рождалось 6-е, чтобы династия прогрессировала, чтобы было что-то видно. А то, получается, у нас уже серии 30, все на одном месте. Все в том же возрасте, что и были 30 серий назад. Конечно же, я понимаю, что вам немного надоело, немного скучно и хочется каких-то событий. Вот ближайшее событие – это все-таки свадьба Дугласа. Пора устраивать его личную жизнь. Я поставила продолжительность жизни на среднюю, так что теперь у нас все будет развиваться, ну, обычными темпами. Не ускоренными, а обычными, а не замедленными, как до этого. А так, сегодня я хочу, ребята, поиграть с April на работе, оставшую часть серии, потому что мы не пошли на пенсию. И у нас, я обратила внимание, галочка стоит. То есть, у нас продуктивность максимальная. И нам осталось поставить диагноз и провести лечение пациента, и мы тогда получим повышение. Вот, пока она у нас доктор, четвертый, а она фельдшер-лаборант. Вот, и я не против буду, если April достигнет пятого, пятой ступени карьеры. Кстати, а где рыбка? Рыбки у нас нет, давайте рыбку купим. Правда, то аквариум без рыбки неинтересно. Вот, так что пусть у нас April высыпается, поднимает свои потребности. И сегодня сходим с ней на работу. Я надеюсь, что мы получим повышение. Наша частюля Поли занялась унитазом. Вот, по поводу Поли, у меня есть планы. Я уже кое-что распланировала. Не буду вам рассказывать пока все тайны, все секреты. Вот, но будет, я думаю, что много интересного. И я думаю, что кое-кто удивится. Может быть, даже все удивятся. Но, я думаю, что будет интересно. И не будете вы разочарованы ее выбором и вообще тем, как сложится ее жизнь. Так, все, Поли, наверное, иди дальше досыпай. Потому что в пять утра нефиг вот это по дому шататься, мороженое кушать, унитазы чистить. Давай, иди поспи лучше. Вот, и сейчас, наверное, будем уже скоро будете April. Потому что до работы ей четыре часа. Вот, пусть покушает и отправляется на работу. Но, в принципе, все указывает на то, что если сегодня мы на работе постараемся, то получим повышение. Так, Поли, да... Ой, Поли уже на работу скоро. Как же быстро, Поли. Ну, давай тогда просыпайся. Я тебя хотела поспать, отправить подольше, чтобы ты выспалась хорошенько. Но не тут-то было. Так, иди доедай мороженое, пока оно не пропало. Кстати, вот, пора уже будить Лили, чтобы она... Ой-ой-ой, пропала. Вот, говорю, что пропало мороженое. Давайте все это дело поубираем. Джаред получает пенсию. Он получает аж 92 семиллиона. Блин, Джаред, как бы мы жили вообще на твою пенсию, если бы ты был кормильцем семьи? 92 семиллиона. Ты же вообще, куда девать такие деньги? Скажи, Эйприл, у нас одно растение стоит, я не знаю, в несколько раз дороже. Мы урожай, бывает, по 50 тысяч собираем. Все, Эйприл, просыпайся. Так, да, это отправляем мы самостоятельно. Это детектив, это мы отправляем Полли. А Эйприл у нас быстренько встает, что-нибудь перекусить. У нас есть что покушать? Лили, ты нам что-то приготовила? А, ну, конечно, у нас полно еды. Вот у нас есть итальянские фрикадельки. Давайте возьмем порцию, это новое блюдо. Вот, кстати, морковка. Да, я помню, для чего я морковку оставила. Потому что мне очень хочется, чтобы у Дугласа и Вики, да, скорее всего, Вики, ну, наверное, да, родился мальчик. Но я не знаю, наверное, не буду все-таки морковку есть. Но пока на всякий случай продавать ее не буду. Все, Полли отправилась на работу. Ну, пусть, что ли, работает усердно. Давайте посмотрим, что там у нее. Ну, да, я думаю, что не помешает ей упорная работа. Пусть работает и тоже дорабатывает до галочки. А там дальше будем смотреть. Наша престарелая Эйприл. Боже мой, мне не верится, что она уже бабушка. Мне все кажется, что она молодая, красивая. Ну, она, конечно, до сих пор красивая. Но, честно, мне до сих пор кажется, что она подросток. Что она ходит в своих черных чулках. Что у нее два хвостика. Что она ходит в короткой своей клетчатой черной юбке или коричневой. Вот. Но вот до сих пор я ее, вот честно, представляю такой. И мне совсем не верится, что она у нас уже пожилая. Но такова жизнь симская. Она очень короткая. Через 8 минут Эйприл нужно отправляться на работу. Блин, в туалет, походу, мы не успеем сходить. Или успеем. Давай-ка ты сходи дома. Я очень надеюсь, что ты успеешь. Или не успеешь. Одна минута. Наверное, не успеем. Да, не успеваем мы. И сразу же присоединяемся. Вот, отправляемся в больницу. Я очень надеюсь, что у нас получится получить повышение. Итак, ребят, наша Эйприл пришла на работу. Нам нужно осмотреть уши больного. Взять мазок. Провести тест. И, короче, будем какого-то больного обследовать полностью. Чтобы поставить ему диагноз. И провести лечение. Потому что именно это нам нужно для того, чтобы надеяться на повышение. Так, какого же пациента мы будем мучить? То есть, лечить. Мы будем лечить Кэна. Оказывается, Кэн заболел. Вот оно что. Пока Глория думает, что он на работе. Он одевает халатик с уточками. И идет в больницу. Говорит, что он болеет. Давайте просмотрим уши. Короче, насквозь просветили. Мозгов не обнаружили. Да, Эйприл? Как же Глория такого безмозглого-то выбрала? Так, нам нужно отправить на рентгенограмму. Я уже выбрала это действие. Сейчас будем все тесты проводить и узнавать. И потом Эйприл обязательно позвонит своей сестричке. Троеродной сестре Глории. И доложит, что там с ее муженьком. Что он симулирует. Обманывает или не обманывает. Вот будем проводить рентгенограмму. Нет, по-моему не обманывает. У него аж с ушей пар идет. Ну, в общем, Лукасу нужен папа, поэтому Кен должен остаться живым. Нам нужно анализировать образец, поставить диагноз, сделать рентгенограмму. Будем проводить все тесты, потому что диагноз это очень важно. Вот, можно поставить неправильный диагноз. Поэтому лучше сделать все тесты, чтобы точно знать, что же с Кеном, чтобы правильно его вылечить. Потому что если поставим неправильный диагноз, то, естественно, мы не получим повышения. Но мы-то ладно, а Кен вдруг еще что-то с ним случится. Да, у него походу температура, с ушей там пар валит. Короче, не очень ему хорошо. А Эйфел хочет читать книгу «Соблазн в море». Не думай на работе о соблазне, думай о работе. Думай о том, что у тебя пациенты. Так, нам нужно анализировать образец и осмотреть тело. Так, ну давайте будем, в общем, Кеном уже заниматься, раз уже мы за него взялись. А все остальные как будто подождут. Вот я думаю, что другие врачи займутся другими пациентами. Так, теперь нам нужно осмотреть тело. Давайте выберем это действие. Кстати, можно заодно осмотреть все, чтобы диагноз был более точным. Рентгенограмма персонажа по имени Кен готова, но Эйфел не может разобраться в результатах. Так, провести тест на беговой дорожке. Давайте проведем тест тогда на беговой дорожке. Может быть, это как-то нам поможет лучше разобраться. Интересно, почему она не может разобраться в результатах. Может быть, как бы уровень карьеры врача еще не позволяет, опыта мало. Хотя она у нас уже давно, она с самого, ну с молодости работает. Она всегда работала, всю жизнь она работала в этой больнице. Вот Эйфел у меня ассоциируется именно со своей больницей и с садом. Хотя с садом, наверное, больше, потому что мы не так часто ходили в больницу. Но вот она всегда была врачом. Вот, начинала еще с санитарки, с медсестры. Теперь дослужилась уже до врача и все лечит и лечит всех симов. Вот, ой, что ты пришла, клоунша? Ты не мешай, мы тут тест кэну проводим на беговой дорожке. Нам нужно еще будет мазок его проанализировать. Работаем мы до 17. В принципе, если мы не будем успевать, то мы можем остаться немножко дольше поработать. У нас смущение, не внушающие доверие результаты исследования. Плохие результаты обследования. Ну, просто Эйпл, я все-таки думаю, что еще недостаточно опытна. Вот, несмотря на ее возраст и несмотря на то, что она долго работала, мы не часто получали повышения, не так часто, как хотелось бы. И поэтому она не совсем первоклассный врач. Так, теперь нам нужно температуру у него измерить. Ну, давайте измерим температуру, заново отправить пациента на койку. Сейчас мы кэну опять на койку отправим. Боже мой, бедняжка Эйпл хочет в туалет. Сейчас мы отправим кэна на койку, сходим в туалет и будем тогда анализы делать. То есть, проводить, анализировать мазок, который мы у него взяли. Кстати, из знакомых вообще никого. Это все симы с генерированной игрой ходят тут по нашей больнице. Ну, это хорошо, что не надо, чтобы болели наши знакомые. Так, что нам нужно посмотреть? Температуру. Вот, померить температуру. Давайте ее измерим. И пойдем анализировать образец. Кэн проходит тест на беговой дорожке, но Эйприл не может разобраться в результатах. Ну, что это такое? Не может разобраться, это плохо. Так, температуру мы померили. Давайте мы Эйприл отправим в туалет, потому что, не дай бог, будет конфуз. Так, что у нас тут? Очередь уже выстроилась. Да, уже две дамочки ждут, когда их обслужат. Вот эта лысая дамочка, с которой Дастин у нас сидел в ресторане. Вот, и еще одна пациентка. Все хотят, чтобы Эйприл ими занялась. Но Эйприл сегодня не до других пациентов. Шанс более-менее точного диагноза. Эйприл в стекленбург после обследования имеет достаточно данных, чтобы поставить диагноз пациенту по имени Хэн Кокинс. Хокинс на койке для медосмотра. Дополнительные тесты могут повысить точность диагноза. Так, ребят, у нас пока более-менее шанс. Это плохо, потому что нам нужен точный диагноз. Мы не хотим обо что выбирать, потому что мы можем неправильный диагноз поставить. А это очень плохо. Поэтому мы сейчас пойдем и проанализируем его образец. Так, все, ты в туалет сходила. Давай идем к анализатору химическому. Тут уже собралась толпа симов. И будем анализировать образец пациента. Я думаю, что это все-таки как-то поможет поставить нам точный диагноз и вылечим мы нашего Кэна. Тем более, еще время есть. Я пока поставлю на промотку, потому что анализировать она будет очень долго. Вот это довольно-таки нудный процесс, поэтому мы его немножечко ускорим. Так, анализирование завершено. Анализ образца ткани пациента по имени Хэнкок Хокинс в химическом анализаторе прошел успешно. Давайте глазки его посмотрим. Результат показал наличие инфекционного заболевания, которое Эйприл должна исследовать и вылечить. А, блин, внести результаты анализа образца. То есть нам нужно, наверное, чтобы лучше разобраться, еще в компьютер эти данные ввести. И более, может быть, мы разберемся в его болезни. Кэн, что же у тебя болит? Мы должны тебя вылечить, иначе Глория будет очень переживать. Так, мы посмотрели глаза. Блин, опять лентгенограмму? Фигушки. Давайте посмотрим, проделаем, узнаем, как у него самочувствие. Давайте мы осмотрим тело его, хотя вроде бы тело мы осматривали. И посмотрим, что у нас есть из диагнозов. Убедительный диагноз. А, ребята, тут без вариантов. У него раздутая голова. Поставлен успешный диагноз. Результаты обследования персонажа по имени Хэнк Оггинс очень наглядны. Эйприл Стекелинбург теперь может поставить ему диагноз на койке для медосмотра. Мы стопроцентный поставили ему диагноз. И, конечно же, мы будем его лечить. Как тебя лечить? Что мы тебе дадим? Подождите, я не вижу действия лечить. То есть, я вижу, что он уже красное сердечко. Это значит, что диагноз есть. Диагноз поставлен, но я не вижу действия вылечить. Вот, лечить пациента, сделать укол от раздутия головы. Интересно, укол будет в голову? Нет, укол будет в руку. По-моему, всегда в руку делают симы. Все, Кэн, не болей и не раздубай больше свою голову. Меньше думай. Лучше иди работай, воруй свои деньги и Глория будет рада. Все, наша Эйприл вылечила Кэна. Мы поставили галочку. И я уверена, что сегодня мы получим повышение. Так, но для пущей, так сказать, более... Чтобы точно все было, давайте все-таки продолжим и до золота выполняем задание. Поставить тесты, чтобы... Провести тесты, чтобы поставить диагноз. Но мы же это делали. Блин, чуть не пойму. Ладно, давайте внесем результаты образца в компьютер. Вот так, уходи отсюда. Вот что это такое? Пациенты ходят и, я не знаю, в кабинете врача, в какой-то химической лаборатории сидят, где анализы проводятся. Сидит какая-то клоунша и что-то делает за компьютером. Это неправильно. Уходите все отсюда, идите вообще по своим палатам и не мешайте врачам. Так, сделать рентгенограмму и провести тесты. Но мы же провели все тесты. Кену мы, по-моему, и рентгенограмму сделали, и побегал он у нас на беговой дорожке. Так что мы все как бы сделали. Не знаю, почему это не засчиталось. Это очень-очень странно. Так, взять мазок у пациента и сделать рентгенограмму. Давайте у кого-нибудь еще мазок возьмем. Только я думаю, что мазок мы этот не будем. Не будем уже анализировать. Просто, чтобы нам дали золото. Вот, давайте возьмем мазок и посмотрим, что там у нас будет дальше. Ну, я думаю, что повышение нам должны дать. Вот, мы, конечно же, раньше не будем уходить с работы, потому что я уже пробовала. Один раз раньше мы ушли с работы и нам сразу же понизили продуктивность. Поэтому мы не будем уходить раньше. Мы уйдем ровно вовремя. А работа у нас заканчивается в 17. То есть, через час, через симский час, а это не так уж много. Ну, давай, бери мазок у пациента. Вот, немножко у нас осталось уже до конца рабочего дня. Ты должна, ты все успеешь, ты все сможешь. Нам нужно золото. Так, золота все равно нет. Сделать рентгенограмму, провести тесты. Ну, капец какой-то. Капец какой-то. Ну, пойдемте поанализируем. Что же делать-то? Других выходов нет. Давайте будем анализировать образец этого мальчика и посмотрим, кто у нас тут еще пришел в больницу. Боже, толпа целая заболела. Это Меган. Лукас заболел. Что ж такое? Папа заболел. Теперь Лукас. Наверное, Кэн заразил своего сына раздутием головы. Это Меган Бэнкс. Это у нас двоюродная внучка Лили. Короче, это у нас дочка, получается, Миранды Бэнкс. Вот, пришла, тоже, наверное, заболела. Все выстроились в очередь и говорят, вылечите нас, вылечите нас. Пусть доктор Эйприл всех полечит. Доктор Эйприл не знает, за кого хвататься. Так, Эйприл, давай, 23 минуты. Я верю в тебя. Мне очень хочется, чтобы было золото. Все, ребят, отлично. У нас золото. И поэтому можно выйти к пациентам и спросить, Лукас, что же с тобой такое? Вот, спросим, как у него дела. Надо, давайте его позовем и спросим, что же такое, что Глория за ним не уследила, что мальчик заболел. Потому что Эйприл любит его. Он же все-таки тоже каким-то родственником ей приходится. Боже мой, кем приходится он ей? Ну, в смысле, я понимаю, что племянником. Ну, каким? Наверное, троюродным племянником. Вот, ну, Глорию она любит. Они всегда были вместе с рождения, да, жили в одном доме. Поэтому Лукаса тоже как бы член семьи. Так, ребят, наконец-то мы получили повышение. Эйприл сегодня отлично поработала. Похоже, в будущем жители будут болеть реже, а ей наверняка сулит повышение. Она теперь младшая медсестра. Блин, я думала, что она врачом стала. Она младшая медсестра. Зарплата увеличилась. Мы получили премию. Медицинский стул без отдыха и лести. Хирургические столы на работе теперь можно использовать для лечения самых серьезных заболеваний. То есть нам теперь операционный стол доступен. До этого мы не могли оперировать. Теперь, я так понимаю, что можем. Вы теперь можете мерить температуру любви. Офигеть! Мы теперь можем мерить температуру любви. Я думаю, что Джареду мы обязательно ее измерим. Все, ребят, я буду на этом заканчивать серию. Вот, у нас стоит средняя продолжительность жизни. Обычная. Так что теперь нам нужно срочно устраивать Дугласу личную жизнь. Потому что Лили скоро умрет. Вот, и я бы хотела, чтобы, ну, как-то она застала свадьбу. Очень мне этого хочется. Не знаю, успеем или нет, но я буду стараться. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Пожалуйста, не бомбите в комментариях по поводу выбора Дугласа. Он еще не сделан на 100%. Но я думаю, что это будет Вики. Вот, по тем причинам, по которым я вам сказала. Вот, цвет волос, потому что темненькие у нас как-то по линии Маркуши в основном идут. И, конечно же, вот по знаком, ну, и по самой игре, по поведению симов. Как-то вот Вики постоянно к нам и в гости ходит. И все-таки она больше как-то, мне кажется, увлечена нашим Дугласом. Там и Дуглас вот к ней тянется, а Эмили постоянно пропадает даже из знакомых. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok